Приветствую! Народный артист Российской Федерации Михаил Боярский раскритиковал коллег, которые после нескольких месяцев отсутствия работы начали критиковать государство из-за ограничительных мер. Артист заявил, что они должны уметь доставать деньги на стороне любым способом. Боярский добавил, что артисты ни в коем случае не должны просить денег у государства. Также он подчеркнул, что если бы сам остался без работы, подыскал бы себе другое занятие. Первое, что в голову приходит, пошел бы водить машину, заключил Боярский. С началом пандемии в России были запрещены массовые мероприятия, в том числе и концерты. После полугода без выступлений ряд российских артистов начали критиковать власти и жаловаться на безденежье. Станислав Садальский же прокомментировал заявление своего коллеги Михаила Боярского, который раскритиковал артистов. По мнению Садальского, Боярскому легко рассуждать на эту тему, имея удачно пристроенного в свое время отпрыска. В целом Садальский согласился с Боярским с тем, что артистам негоже жаловаться на отсутствие заработка. Артист не имеет права жаловаться. Если артист не умеет зарабатывать, то он не артист, сказал Садальский. В то же время он отметил, что иное дело, когда речь идет об артистах провинциальных театров. Они, по его мнению, действительно нуждаются в помощи. Одновременно Садальский пожурил Боярского, напомнив об удачной политической карьере его сына Сергея Боярского. Он с 2016 года заседает в Госдуме, а ранее занимался бизнесом. У Боярского сын миллиардер, которого он пристроил, поэтому ему легко рассуждать. Включил в свое время питерские связи, заявил Садальский. Певец Лев Лещенко тоже согласен, что положение артистов бедственное. По его словам, у некоторых не осталось денег, даже на хлеб. В свою очередь юморист Владимир Винокур заявил, что государство отвернулось от него и его коллег. И он не исключил, что будет вынужден вернуться первой профессии и пойти работать строителем.